Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Чучело вот этого. Кто пишет вот это? Хочется зайти посмотреть. Прямо хочется зайти. Я-я. Мой носильщик познакомь. Массажист Калайва-казах. Все, Амиран, сейчас мы выйдем в двойной эфир. Амиран, сейчас мы проведем, насажьте себя. Сейчас же ожидание, Амиран, подключаемся. Амиран, ну ты где, бродишка? Амиран, я подключаюсь. Оу, е-е-е-е. Посмотри, посмотри, кто здесь, Амиран, посмотри. У меня вопрос за салют, пацаны. А вот каждый раз, когда Митя просит что-то выложить, это правда ты просишь, или он пользуется? Нет, конечно. Нет, конечно. Старик, а он просто, он даже многое, все, что я напишу, это не я делаю, это Митя, песни, это все Митя. Не, ну конечно, брат, ну просто, я-то тебе удивительно, что за тебя могут дозвониться все, кроме меня, братья. Представляешь? Когда я тебя хочу что-то попросить, попросить выложить, мне Митя говорит, старик, ну слушай, ну, Амиран, так сказать, сейчас, а где-то охотно. Ходит, бродит. Ну что в Америке, расскажи. Словак, что такое Америка для тебя? Для меня Америка это возможность на следующую ступень перейти. Да? Да. Ну ты порядочно ебнулся, я так же думал, когда первый раз ездил. Ну мне нравится, мне какое запомнилось. А почему передумал? Почему передумал? Ну потому что туда кайф ездить на месяцок, на... 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 А что-нибудь там запыльнуть не хотел попробовать себе? Запыльнуть? Ну да, ну попробовать проект какой-нибудь, не знаю, трек, там, фит, еще что-нибудь. Ну я же слабенький старик для Америки. Нечего сказать, да? Он должен быть неприлической, да иди ты что, толстый. Ты все, ты подтянешь, ты рванешь, быть лицемером. Он говорит, да, ты можешь по... по-английски и там. Ну спасибо за правду, за это тебя уважаем, за честность. Ну что, скажи, что тебе самое, больше всего, разорвало в Америке, скажи? Бля, счастливые бомжи, брат. Ты представляешь? А ты где, ты в Сан-Франциско был? Мы были на Венес-Бич и в Даунтауне, где 17 тысяч бомжей. Они все говорят, мы в плану и счастливы. Там 30% наших земляков ставить, чтобы ты понимал. Да, да, я... Да, конечно, они говорят, добрались, говорит, и целуем землю просто. Ты знаешь, за что у них у каждого, быстро тебе расскажу, что у каждого из них, кто является, как прописан, да, ну, место жительства Калифорния, у них карточки здесь, им денежки приплачивают. То есть с утра ты можешь в очереди за кофе, просто стоят серьезные там дядечки с ноутбуками, и рядом стоит с ними бомж, который ждет купить свой кофе, потому что у них карты социальные, им переводят бабки. Они тортят, бухают, и им говорят, что они скоро умрут, но они, сука, живут, и их бесконечное количество. Да, да, да. Так и там ночью они как орфи, район номер 9, помнишь, смотрел фильм, они все оживают под крэклом? Я знаю, я знаю, конечно. Это эти, крэк лаверс, конечно, все их знают. Они выходят, они выходят и ловят заблудившихся людей, а? Крэк лаверс, крэковые любовники, а что? Ты, может, видел, мы же сделали там с Тайсоном интервью, и человека, которого ты дал, Тима, Тима дал, он нам помогал сделать интервью с Мэйвэйзером. Блин, мне кажется, новое, мне кажется, новое, новое лекарство Тима дал. И он нам помогал сделать интервью с Мэйвэйзером, и Мэйвэйзер сразу спросил американские, американцы же, он говорит, что вы можете мне дать? Мы такие подумали, спонсоров поискали, 50 тысяч долларов. Ему звонят, говорят, 50 тысяч долларов, вот собрали ребята. Он говорит, да я позавчера детям сумму купил на эту сумму, типа. А правда, наши пацаны, которые помогали тебе, так сказать, ну, чтобы там взять интервью Мэйвэйзера, скажут, что он тебе сказал, если хочешь, чтобы я дал интервью, на велосипеде доедешь сюда без сиденья. Да, да, да. 500 километров, правда? Да, да, да. Ну, без сиденья это я доработал, ну, круто, да? Офигенно. Ну, на сиденье, с кем ты рядом с тобой, скажи, пожалуйста. Ребят, смотри, смотри, Вася, твои подписчики. Старик, фанаты Немагии на тебя нападают, старик. Приняк, подай еще один, подай. Привет, привет. Вау, бойцы Немагии тебя снимают, Амиран, просто супер. Ну, ты видел? Ты видел? Просто. Ты знаешь, где мы находимся сейчас? Ну, конечно. В Германии, конечно. Я же вчера рекламировал. Я вчера рекламировал. Видишь, я наперед это говорю, зная, что ты об этом обязательно вспомнишь. Спасибо. Если тебе тоже одна что-то понадобится, сядешь на велосипед без сидушки и к нам тоже. Вот, постой, я тебе покажу, какая погода. Смотри, за окном. А это где вы? А, Швейцархен и Дзундухн. Это первый город какой-то. Это Гамбург. Вася, а вот скажи, сколько ты заработаешь за всю поездку с Германией? Можешь сказать, чистая прибыль какая-то? Старик, сейчас не могу сказать. Ну, я надеюсь, one million dollar baby. Не, ну, это больше 100 тысяч долларов. Сколько? Больше 100 тысяч долларов. Конечно, в разы. Да? Конечно. Гонишь ты так много. Это только много зарабатываешь. Это ел лузерс. Ам на лузер. Ам на лузер. Ам на лузер. Понимаешь? Ам на лузер тоже не очень звучит. Ам на лузер. Ам на лузер. Я приготовил, смотри, у меня бабки для денег. Вот смотри. Бабки для денег? Да. Чемоданы для денег я приготовил уже. В этом повезу обратно лаве, брат. Он пустой, но его так перемотали, чтобы внутрь никто не подбросил лишнее. А можно писать маркером? Мне лишнего не надо. Написать маркером Вася красным, чтобы просто... Старик, а там все знают, что ты просто не улавливаешь. Ну, этот запах денег, you know, baby. А как по-английски запах денег будет? Cash? Не, аромат, аромат. Aromacash. Маккэш. Старик, аромакэш. Надо сделать освежитель воздуха для сортиров. Aromacash. Ты это то, что ты ешь. Хороший, да, для освежения воздуха? Aromacash ты это то, что ты ешь. Вась, что сейчас уже утихли эмоции? Что ты сейчас можешь про немагию сказать? Про немагию? Блин, ну, жалко. Че? Ну, просто, ты понимаешь, на самом деле, что все, что вокруг себя не создают и строят, они не способны перевести во что-то такое правильное и интересное. Вот, ты знаешь, что им советую постоянно? В Москву приехать. А у них потенциалы, они сопротивляются. Не надо. Не надо. Не пусть не приезжают. Давай, вот давай, если они приедут, мы им пообещаем помочь с тобой. Конечно, так я им обещаю помочь, они по этому не приезжают. Я честно, ты знаешь, что я позитивный человек. Ты знаешь, что я позитивный человек. Что я не злодей, что я ничего. Да, я там за свои интересы оставил. Я хочу ребятам из не магии посоветовать. Какую серьезную аналитику делать, да? Вот какие-то серьезные политические. Кстати, вот почему они не сли... Вот, ты, кстати, вот я сейчас серьезный. Ты никогда не задумывался вопросом, почему они не снимают ни одной программы о том, что происходит в Кемерово? Не задумывался. А, а те, у них вот, кстати, у них там, вот банду разоблачили коррупционеров очень серьезных, все, кто называется. Почему они не снимают про это? Как там в городе, сложные моменты? Почему городе тяжело? Почему в городе плохо? Почему они взят этого? Вот у меня, почему... Я там спросил у них. А у тебя есть версия, как думаешь? Ну, потому что они, потому что они не такие, как сказать... Не такие правильные ребята, как себя позиционируют. Почему они спеют про свой город, чтобы он был лучше, рассказать о трудностях города, задать вопросы мэру, там, вот, правоохранительным органам. Почему они этого не делают? Ребята из Немаги не могли бы на следующем видосе ответить на этот вопрос? Нет, не надо ответить вопрос, просто снимите... Вот, я вот недавно, кстати, читал про секту. Вот у них такое, там, коррупционеров, там, просто адский скандал был. Хочется увидеть, ну, то есть, чтобы их выпуски, они становились выше и больше, да? Потому что, ты знаешь, удивительно, что они занимаются такой юмористической деятельностью, но в свою защиту всегда призывают такой здравомысленный какие-то аргументы. Такое ощущение, что это, знаешь, программа время просто. Мне кажется, им нужно соответствовать, и уже прикасаться к серьезным... темам. Ну, и тем более, они ничего не боятся. За это им... Большой... Да, за это им респект, да? Не, на самом деле, я вот задумал... Почему так происходит? Почему они снимут какую-то крутейшую программу о том, что сейчас происходит Кемерово на Кузбассе? Ну, потому что... Не знаю. Ну, потому что... Я считаю, они уже давно уперлись в потолок, им надо сюда ехать. Они... А непроницательные, ты представляешь, что... Но надо им отдать должное. Они оттуда раскладывают здесь, как у нас, иногда очень хорошо. Хотя они вообще не в теме. Вообще не в теме. Им надо сюда ехать, и все. И бардот здесь... Суть... О том-то и речь, что... Хочется, чтобы они переросли вот этот... Ну, уровень, ну, школьников, да? Чтобы... Если они смогут сохранить свой слог, свою вот эту въедливость в каких-то серьезных вопросах, это может быть очень интересно. Да. Да. Так что вот так. Ну, а ты думаешь, они сейчас хорошо зарабатывают и притворяются, что они бедные, вот они в этих стертых потолках, стенках и так далее. Как будто... Я не знаю. Уже купили дома, уже купили дома, Роллс-Ройсы, а при этом одну квартиру оставили, чтобы... Ну, они, даже если они... Знаешь что, даже если они зарабатывают, они никогда об этом не скажут, потому что вся их политика строится на том, что они вот так вот живут. Да. Что они вот такие вот... Что они вот такие вот замечательные. Поэтому... Поэтому я не знаю. Поэтому я не знаю. Ну, так ты, по ощущениям, они подустарались от Тинькова? Не знаю, я же с ними толком не разговаривал. Не, как ты думаешь, как ты думаешь, что они так, ну, испытали... Ну, Олег, Олег, Олег им собирался кровью попить конкретно. Так что... А сейчас они поверят, что он не будет им пить, что ли, кто? Не будет. Да нет. Не, не, не будет. Не будет. Стой, я вот прям на 99% уверен, что не будет. Как говорят банкиры, 99% это не есть 100%. Понимаешь? Ну, это ирония была. Это была ирония. Это была ирония. А что бы ты... Ты бы хотел, чтобы ребят покалечили, Вася, честно? Ты что, шутишь, что ли? Ты что, шутишь, что ли? Ну, просто... Ты понимаешь, в чем все дело? Что все, что происходило с Немагией... Олег, слышишь меня, да? Все, что происходило у меня с Немагией, я просто пользовался теми же инструментами, которые пользуются они. Видишь меня? Амиран, ты видишь меня? Сейчас мы еще раз подключаемся. Подключаемся, дорогие друзья. Всем. Вот. Ты поймаешь, что... Ты поймаешь, в чем все дело? О, мне школьники пишут. Ты не поверишь, мне просто школьники пишут. Ты поймешь, что все, что я делал, когда у нас вот была такая история, да, я просто использовал их же приемы. Скандалы, скандалы, громкие заявления. Я расскажу, Амиран, ты посмотришь, что я говорю. Я просто использовал все те же приемы, что используют они. Они используют правила юмор без границ. Я пошутил без границ про там 30 тысяч экстремальную фотографию. Мне кажется, это было супер смешно. Я вообще не сделал ни одного движения. Я просто написал несколько твитов, у них бомбануло и пригорело так, как говорят идиоты, да, вот это слово, что я понял, что я победил, что мне достаточно, что играя на их поле, чувствую себя достаточно комфортно, 100%. Что юмор без границ это то, чем у меня научила улица 90-е и бокс. Вот, поэтому, если вот кто-то хочет, пытается пошутить со мной, я за юмор без границ, я за то, чтобы у юмора не было границ. Вы шутите так, я шучу. Кто шучит смешнее, естественно, для объекта, над которым выстраивается концепция шутки, для него это, конечно, не очень, это боль. Ну да. Ну так смешно просто. Поэтому мы по-своему шутим и выстраиваем свои. О, еще воспитанник не маги. Вова не Ильик. Положи мамин телефон, у него даже, у него уже должна аватарка с маминым телефоном фотография. Старик, положи мамин телефон, не трогай. Так что вот так. Ладно, всех обнимаем. Мы от Германии у нас начинают сегодня ту. Всех жду. Всем до скорого, дорогие друзья. Обнимаю вас. Шутите, шутите без границ. Никто не может вам запретить шутить. Шутите про все. Еще один момент за юмор приходится отвечать. Ну, слушайте, это шутки. Вернее, это не шутки. Вова Нелик, положи немедленно мамин телефон. Мама будет ругаться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok